так ну что тут у нас все подсохло что делаем какие планы наношу силикон и потом форму так наношу его здесь и потом форму переворачиваю ставлю в вертикальном положении в горизонтальном положении чтобы наш силикон стек вот эту поверхность вот эту поверхность сейчас в общем покажу так что сейчас все поэтапно наношу это наш получается 7 8 слой здесь по толщине уже везде достаточно избыточно получилось на ничего 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 ну вот нанесли что делаем следующим этапом переставляю камеру было видно видно да так будет видно и вертикальном положении наш силикон можно скатиться держится где держится так что он туда подложим ламинированная дсп да вот так там половина не видно сейчас покажу что получилось получилось у нас вот такая вот конструкция то есть все теперь нам с вертикальном положении и сейчас мы сюда просто ламинированную дсп подкладываем и вот в таком положении все оставляем так чтобы было видно ламинированную дспективно да и маленько еще ламинированную дспективно вот теперь точно видно вот она наша форма еще что можем сделать можем наше основание еще чуть добавить силикона что примерно толщина основания было но не меньше не тоньше трех миллиметров метра два три будет достаточно все ждем когда все это подсохнет и производим подготовительные работы нанесению жесткого кожуха благодаря такому положению силикон распределиться равномерно нижней части и будет ровненькая плоскость ровненькая ровненькая толщина ее будет приблизительно одинаково всех местах когда мы будем делать коробку то есть жесткий кожух сделаем стенки подымем и стеклопластика с этой стороны будет нас ламинированная дсп с отверстием вот чтобы она не мучиться потом по профилю не подгонять ламинированную дсп полукругом не выпиливать переворачиваю сейчас силиконом форму не силикон стекает вниз получается ровная поверхность вообще такая же плоская как сам лавинирован дсп и потом нам это облегчает задачу при изготовлении уже жесткого кожуха то есть этот метод не просто так он облегчает нам задачу это уже на личном опыте если здесь будет поверхность неровная во-первых жесткий кожух когда будет сюда изготавливаться будут проблемы с ним с ним а когда будут проблемы здесь вот жестким кожухом наша форма может подтекать процессе заливки это тоже плохо немножко в теорию да если углубиться то хорошо сделанная силиконовая форма это первая форма которая не течет вторая форма который расформуется легко вот если форма ваша соответственно соответствует этим двум требованиям значит ваша форма хорошо сделаны ну и третье минимальные швы при отливке в общем так ждем когда согнет и дальнейшем приступаем к изготовлению жесткого кожуха